морозный воздух минус 3 чем днем было к вечеру может немножко еще попрохладнее но очередная желтая карточка стала вот такой решающий в этом смысле ну и вот первая атака фиорентины первый удар поворотом виктора чанова ну а соответственно вместо лужного еремчука ножка вперед скажу что вот в этом сезоне 4 итальянские команды дошли до финалов евро турниров ну еще может об этом чуть позже мы поговорим пока давайте понаблюдаем как игра складывается похоже что вот такому ну мерз поражением ключевом матче от московского спартака третье место они тогда заняли ну а что касается футболистам сделать хотя бы две-три сточные передачи подряд но и действительно фиорентина очень большой интерес как любой еврокубковый матч того кида вызывал действительно громадный интерес со стороны публики ну вот и тем не менее правильно миша сказал играли они тренировались они после первой игры бруда джорджи этого была первая команда с не стоит собственно этот сезон стал последним для роберту составе фиорентины вот он с мячом мы можем посмотреть что умел ранний баджу ну скоро вообще для киева грядут большие изменения будет очень тяжелым следующее скажем так пяти лет в общем конечно же динамо киев уже был другим и вот это последний наверное одна из последних игр когда вот практически та команда которая гремела восьмидесятых в конце восьмидесятых потом еще уехали рафную но неудачно получился заброс но вот лес особо не мудрят отбились дальше вперед там ну и играл сократес в середине восьмидесятых ну один из играли ну и вот на этот момент пытаются ответить фиорентина но здесь баджу не успевает к мячу опережать его андрей баль тут же ошибается в передаче и кини на перехвате сыграл и вот баджу идет соль на проходе там не игры уже было уже поднят флажок лайнсмена нырнуть да красиво упасть в штрафной что его игру разбирали футболисты киевской команды протаре вот тоже на это можно обратить внимание понимая что газон очень там джордж был один из тех тренеров которые умел из средняков поймут очень технично играет и получает ответный пасу такая двойная стенка соленко играть большому счету не научился он и поплатился на чемпионате европы 88 года и кино без перерыва и видим момент у ворот ландуччи на первых же секундах этого второго тайма и там была ситуация которая очень не понравилась киевской публике которые видимо рассчитывали на пинате в этом эпизоде тут же ответ на атаку но мяч уже ушел за пределы сейчас это сложно это вообще невозможно определить потому что они нету и личенко либо кузнецов бил то что лет 10 ну и вот пожалуйста опять таки поле игры дертисия и ну вот а сейчас может опять в характерный момент вот пас пяткой никто не говорил зачем ты сыграл помню вот в этом матче как раз полуфинальном с италии девять игроков киевского динамо в стартовом составе вот баджи выходит практически один на один но под углом бьет и попадает штангу наверно ну сам у этих же ворот когда они еще были воротами фиорентины но там от своего игрока срезка была здесь и все правильно делал и успел пробить хотя там очень старался владимир бессонов даже пошли в отличие от чемпионата италии баджи конечно вот опять пятка но здесь у стрима с их было непросто ну опять же вопрос сборной еще здесь стоял я же те кто но он слева фланга из левой зоны закрутить или он такие фланговые атаки с последующими навесами практиковал частенько ну а у нас со середины уже второго тайма и по-прежнему 0 и 0 и баджи что здесь делает но баль его оттеснять похоже с нарушением права самое интересное перед этим проскочил кузнецом поле вот 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 повтор очень характерно сейчас ведь раз-два он его прошел и в принципе здесь баль нарушал и ориентина считают что глупо было сделано где-то в середине 90-х когда ушли эти фиолетовые цвета значит и стала команда играть в синем форме вот неправильно мол это вторых обратите внимание чем сейчас собственно это один из вариантов эмблема который существовал с начала 80-х по где-то наверное девяносто третий год но опять быстрый выход опять фиорентина вы сейчас не успел баджу сейчас баль прочитал ну прочитал понятно что сделал был нехитрый но успел по крайней мере на мгновение опередить баджу а вот бросила фиорентина баджу пасует и вот пожалуйста чуть не выход 1 1 какой скоростью будет мяч катится скользить лететь по такому полю отпустил баль наш барин вот вроде он все правил там корпус поставил тут мяч вдруг тормозит и приходит фамилия кстати он чемпион становился еще в составе вероны так вот когда он пришел на тренировку 1 марадона увидел как горелла отражает исключительно ногами то есть руки вообще не задействует спросил ты что-то собираешься играть в чемпионате до последовал ответ у меня так лучше получается что-то надо его повторят как хорошо опять он ложный замок про дни а вот здесь уже в общем-то андрей баль можно сказать ну тут они похожи друг на друга надеялись да рассчитывали там баль кузнецов опасная игра была со стороны дунди но нет можно продолжать показал арбитр опять через баджо было мяч соперника отобрать напугать если что соперника в общем сделать так чтобы он следующий раз не рискнул тебя обыгрывать но опять-таки паники у гостей никакой не было вот например всего матча они прекрасно вот очень здорово и мы неоднократно подмечали выходили из обороны то есть если вот в эпизоде а в целом по матчу вот в этот отрезок мы играем так нормально абсолютно футбол опять-таки нравится не нравится но валерий васильевич об этом вот точно не надо было бигода так случилось вполне себе характерный спад естественно и случился вот еще уехал удачно вот тут вот тут вот тут небольшая стычка потасовка опять-таки это потянуть время с целью кстати вот очень забавно яторяет эпизод который привел а нет как раз этот эпизод нам и показывает олег кузнецов ну в общем то это так из другого вида спорта вообще по-хорошему он мог здесь лицо снести кто там по-моему баджу да это был нет позже у него тоже разные же вещи в карьере были переходим в милан он вообще перестал играть именно баджу именно в брешь его научили играть в тот футбол который надо играть только он пришел в брешь и узнал что помог ну и в свое время конечно ему помогали и вот иногда мне просто беспочвенно сравнение допустим роберто баджу и условно говоря франческо тотти это просто мне кажется несравнимые какие-то вещи когда извиняюсь опять-таки это может быть касался советских клубов не забьют условно играли знаешь это отличный удар кстати башенов в красивом прошли от мяч достал надо сказать странную позицию кстати чанов занимал но итальянские команды сошлись в одном из еврокубков и 3 вообще в истории из одной страны когда команды там играли но это был кстати сезон когда все три евро турнира выиграли итальянские клубы милан сам дори и ювентус именно в пользу фиорентины хоть и без забитых голов вот такие